Девушки отдыхают Черт! Девушки отдыхают Режиссер Этьян Дан А, Рафаэль Вчера мы тебя так и не дождались Мари специально приготовила рагу Извини, Марван, забыл Столько бумаг накопилось Адель Фебиан, управление Бордо Рафаэль Вайс, комиссариат Ларошели Это Тео Вы знали жертву? Этьян и Ларше здесь все знали Высшее общество, жена, трое детей Торговал недвижимостью И врагов немало, если он преуспел Наверное Как он сюда попал? Мобильный пока не нашли Но я выяснил, что у него была встреча В 10 утра на стройке в Ангулеме Время смерти? 7.30, 8.30 Причина удушения? Пока да Не похоже, что жертва сопротивлялась Характерных повреждений нет Знак на лоб нанесли после смерти Кровье? Да, но не его Опять тупик Повешенный в башне с буквой на лбу Это наводит на некие мысли То есть Легенда о семи монахах Хотя вы не местные, откуда вам знать Майор Бальмон, управление Бордо Адельф и Биан, мы вас ждали Лейтенант Гаслан, Тео Я ее крестный Держите меня в курсе Видишь? Никаких следов Ничего Мадам прокурор, зачем здесь майор Бальмон? Дело деликатное, капитан У Утьена Ларше были большие связи Поэтому из управления прислали подкрепление Рассчитываю на ваше понимание Мы не работали вместе, но поверьте Я прекрасно справлюсь и сам Не сомневаюсь, капитан, но у меня приказ Похоже, в управлении вам не слишком доверяют Я не выясняла, почему, но приказы сверху не обсуждаются А о какой легенде вы говорили? В середине 16 века Мэр Лорошелли, протестант Поднял восстание против католиков Чтобы запугать местных жителей Власти решили повесить семь монахов Их тела оставили гнить у всех на виду Семь жертв в башне святого Николая Легенда гласит, что монахи прокляли город И с тех пор они карают грешников А буква на лбу? Семь смертных грехов Душа каждого из монахов выбирает свой грех А алчность? Эта легенда передавалась из поколения в поколение Стараниями священников Родители пугали ею детишек Даже моя мать вспоминала про семь монахов Когда я не ел суп Не слишком молода для майора Сколько ей, по-вашему? Как мне? Надо было надеть ботинки А то я выгляжу несерьезно Чтобы произвести хорошее впечатление Нам же с ней работать А мы ее не знаем Мсье Для начала узнайте все, что сможете Про Этьена Ларше Личная жизнь, работа, деньги Хочу знать, кому он так насолил Что его повесили в башне 16 века Найдите мне его и побыстрей Я поеду к родным жертвам Похоже, они еще не в курсе Не повезло Я знаю таких девиц Типичная папенькина дочка Ни в чем не знавшая отказа Пусть покудахчет Мы быстро ей объясним, кто тут главный Ну, ты молодец Ночевать придешь? Папа, я на работе Мне сняли номер в отеле Почему дело не отдали тебе? У вас что-то было? Нет, ничего такого Все, поехали Лейтенант? Да? Отгоните мою машину Хорошо Не переживайте, мы ненадолго Кто мог желать смерти вашему мужу? Скорее всего, тут дело в деньгах Мы проверяем все версии Этьен занимался недвижимостью Он покупал, продавал, сдавал Но я никогда не слышала, чтобы ему кто-то угрожал Он не говорил с вами о работе? Не делился? Меня это не очень интересовало Но вы же были в курсе, что дела шли, неважно? Этьен был родом из большой семьи Родители хотели, чтобы он стал врачом или адвокатом Мой муж всю жизнь кому-то что-то доказывал Он никогда не говорил о своих проблемах У него все было под контролем Он никогда не проявлял слабости Даже с женой? Какие у вас были отношения? Наверное, как у всех после 23 лет брака Вряд ли он мне изменял, если вы об этом У нас были размолвки, но до развода никогда не доходило У нас трое детей Кандис Старшая дочка, ей уже 20 Но она до сих пор живет с нами Мальчики сейчас у моих родителей Господи, как я им скажу Держите, Александра Спасибо, Рафаэль Спасибо Мадам Ларше, у вас были отношения? Вы можете оставить ее в покое Александра только что потеряла мужа Привет, капитан Ты бы, конечно, предпочел, чтобы в петле болтался я Но в жизни не всегда по-нашему выходит, что обидно Это из песни Мика Джаггера Простите, вы кто? А, вы же не местные Я друг семьи Франсис Маранж И учтите, я важная птица Я поговорю с Кандис Я позвоню родителям Придется съездить за мальчиками Сказать им Да, но не уезжайте надолго Алекс Если что-то будет нужно тебе или детям Я всегда готов помочь Держись Спасибо Майор Бальмон Какие у вас были отношения с жертвой? Мы с Этьеном дружили почти 30 лет Огромный кусок жизни Мы были не просто партнерами Когда мы начинали, я был нищим Я спросила про жертву Я мыл полы на кухне Потом стал шефом и выкупил тот ресторан Теперь у меня их пять Четыре кафе и два ночных клуба А жертва? Ларше находил подходящие места И помогал с оформлением Когда я собирался открыть что-то новое Тук-тук Тоже он нашел Это тайский ресторан Кстати, загляните как-нибудь Я угощаю Это не взятка Просто хочу сделать вам приятное Благодарю, не надо И вы еще удивляетесь Почему копов так не любят? Вы знаете, чем занимался Этьен Ларше? В последние три года Переключился на недвижимость на островах Маврики, Гваделупа, Реюньон В конторе расскажут А вы вложили в него деньги Нет-нет, заграница меня не интересует Журавль в небе хорошо Но синица в руках надежней И сейчас, и в будущем Вы меня понимаете? Поэтому со мной тут все очень любезны А я не местная Так делайте свою работу И найдите убийцу моего друга Это все, о чем я прошу Твой отец ни о чем таком не говорил? Ему не угрожали? Вчера Когда он пришел Ворот рубашки был разорван А еще у него была кровь на губе Откуда он вернулся? Из порта Ездил платить Антуану за мою учебу Антуану Маранжу? Яхтсмену? Думаешь, он его избил? Когда я спросила Он занервничал Сказал, что это ерунда И велел не проговориться маме По-моему, он был напуган Антуан, брат Франсиса Симпатяги-ресторатора Да Не доверяй Франсису Он опасен Поэтому ты ему позвонил Как только мы приехали к Ларше Я уж не забыла Каково с тобой спорить Поэтому не показывалось два года Меня не звали К тебе домой? Мой дом в Бордо Это не так далеко Если вдруг решишь навестить Просветишь насчет Брэда? Антуану Маранжа? Яхтсмен Пик его славы Пришелся на 90-е годы Выиграл пару-тройку местных гонок Готовился участвовать в международных Но парню не повезло Остался без спонсора и яхты И чем он сейчас занимается? Пристроился тренером Готовил команды к Олимпийским играм В разных экзотических странах Эмираты, Вьетнам, Ямайка Результатов ноль И он вернулся в Ларошель Типичный неудачник Хитрый тип Манипулятор Умеет получать, что хочет Вот он Да уж Привет, Антуан У нас к тебе Пара вопросов Капитан Вайс Каким недобрым ветром Мадемуазель Антуан Маранж Джентльмен на море Флебустьер на суше Майор Бальмон Управление Бордо Откуда у вас такие деньги? В лотерею выиграли? Я учитель от Бога Хотя в этой дыре Меня не ценят Откуда деньги? Одолжил у Этьена? А вернуть не могли И решили его побить Зачем мне Этьен Если у брата денег Кура не клюет? Яхта дорогая Новая Мне ее Франсис подарил Ты подрался с Этьеном Его дочь сказала Вы встречались Я ни с кем не дрался Этьен мой друг Не верите? Спросите у него Его сегодня убили Повесили в башне Святого Николая Что? Черт Что тут было вчера вечером? Вчера Когда Этьен вышел из машины На него набросился Какой-то тип в черном Он был в ярости Схватил Этьена за горло Тот попытался вырваться Но тип затащил его в машину И вы не сообщили в полицию? Нет Сразу ушел в море Я не лезу в чужие дела Трусы всегда так говорят Что это за тип в черном? Смуглый, лет 30-40, короткая стрижка, среднего роста, коренастый Почему ты не любишь братьев Моранж? Их никто не любит Их терпят Зато Ларше Примерный муж и гражданин Но избили и повесили его Ты же знаешь В тихом мамути черти водятся Знаю Не переживай Ты быстро раскопаешь Все тайны семейства Ларше Я раскопаю? А ты что, решил устраниться? Это ваше расследование, майор Я исполнитель И что с того? Не нравится, что теперь командуй я? Если ты приехала только чтобы мною покомандовать Я не в восторге Это первое крупное дело с тех пор, как меня взяли в управление А ты меня никогда не поддерживал Какому отцу понравится, что его дочь рискует жизнью И тратит молодость на трупы и мерзавцев? Но ты же это выбрал По-твоему, почему я пошла в полицию? Достала, да? Хотите, я возьму ее на себя, шеф? Мне такие попадались Тут просто нужно ключик подобрать И впечатление произвести Кстати, я заехал в офис Ларше Забрал все его бумаги, ноутбук, компьютер Да, идем работать Ну что там у Ларше? Хорошему копу, вроде меня, ближе к делу Мой отец эксперт, ты говорил Вроде большой дом, шикарные машины, а Этьен Ларше был почти банкрот Он явно переводил деньги на другой счет, причем немаленькие, десятки тысяч евро Может, прятал? Тут надо разобраться Франсис Моранж говорил про большой проект за границей Королевский рай в Сен-Мартене, вот Список инвесторов есть? Скорее, кредиторов Ларше полтора года не выплачивал им дивиденды Хотя обещал не меньше десяти процентов в год Епископ Люсона? Церковь тоже в это вложилась? Да, и похоже, епископ требовал вернуть деньги 75 тысяч евро, три месяца писал Последние сообщения от отца Шария попахивают угрозами Вы обокрали не меня и не епископа, а самого Господа Бога А тем, кто оскорбил Всевышнего, пощады и прощения нет Вы же не думаете, что его убил священник? Легенда Тео, наказание свыше, алчность, смертный грех Кюре серийный убийца, забавно Марк Шария отвечает за финансы Смуглый, короткие волосы, крупный И одет в черное, как священники Похож на типа в порту Черт, священник, ничего себе Я потрясен Обставить убийство так, чтобы все вспомнили ту легенду Это мракобесие Вы вложили в бизнес Ларше большую сумму Откуда она? Я занимаюсь только духовными вопросами У меня нет ни желания, ни способности возиться с деньгами В этом я полностью полагаюсь на отца Шария Он отлично справляется Ответственная должность Это вы сумели наставить его на тот нелегкий путь, который он избрал? Да, тут требуется сила духа и преданность нашей церкви Вера отца Шария искренняя Он с честью несет неспосланное свыше послушание Говорят, что неупокоенные души семи монахов Семи несчастных Замученных кровожадными фанатиками До сих пор бродят по Ларошели И убивают тех, кто согрешил Готовя их к страшному суду Не бойтесь, дети, это все выдумки Это легенда, сказка Призраки живут только в книжках и кино Чтобы пугать детей и их родителей На сегодня все, можете идти Всего хорошего Полиция Святой Отец, у нас к вам пара вопросов Вы знаете Этьена Ларше? Да, а что? Его убили Свидетели видели, как вы набросились на него в порту Вчера в пять часов Это исключено В это время я был в пути Меня ждали в общине Рашфор Если это все, прошу прощения, я тороплюсь По-хорошему не хотите? Может, допрос в участке освежит вашу память? Хорошо, идемте До сутаны вы немало пошалили Ограбления, угоны, применение оружия, неплохой послужной список А потом вдруг раз, и вы уже Святой Отец Браво! Наверное, судьба Вы как Савву, который вдруг прозрел Комплекс новообращенного С таким прошлым вам каждый день приходится доказывать, что вы пришли в церковь по зову сердца Я верю искренне и безоглядно И бескомпромиссно Никакой пощады грешникам Ведь вам надо искупить то, что натворили в юности Когда мансиньор Версель доверил вам финансы, надо было тщательнее проверять сделки Но Ларше поманил вас 10% годовых Я познакомился с Этьеном Ларше два года назад в церкви на конфирмации его сына Мы разговорились, я сказал, что ищу, куда вложить деньги Во что-то крупное И Ларше рассказал про свой королевский рай Вы не проверили, купились и вложили 75 тысяч Я ничего не сказал Верселю, он не знал о вложении Вот только проект Ларше оказался блефом Этакая пирамида Рано или поздно вам пришлось бы рассказать епископу А ведь вы ему всем обязаны, он вам так доверял И вы решили отомстить, жестоко покарав Ларше А, алчность Вы написали своей кровью Да, вчера я побил Ларше в порту Я был в отчаянии А он смеялся мне в лицо Говорил, что деньги не вернуть, что я сам дурак Что погнался за большими процентами из-за своей алчности Святой Отец Где вы были сегодня с половины восьмого до половины девятого? У себя Молился, как всегда У меня нет алиби Но я не убивал Ларше Я дал обет больше никогда и никого не убивать Все На сегодня хватит В камере у вас будет время, чтобы поразмышлять, как жить дальше Не зря говорят Раскаяние приносят облегчение Подумайте об этом на досуге, раз уж он у вас появился Увидите Убийца-священник Верится с трудом Священник, но человек И досье у него на две страницы Не самых приятных Он потерял деньги Взбесился и... Шарье не убивал Впрочем, как и раньше И верит он искренне Думаешь? Люди меняются Просто надо им дать шанс Мама так часто говорила И была права Прокурор Фабиан ждет вас в кабинете Священник в камере Это жестко? Вы к ней А я в лабораторию Я согласна с вами, капитан Я тоже сомневаюсь, что убийца Шарье Но проблема в его уголовном прошлом Так что обвинение в убийстве Особо никого не удивит Нужно поскорее найти доказательства Я велел помощнику поискать свидетелей Если кто-то видел священника в момент убийства Теперь, когда мы познакомились поближе Вы просветите, почему начальство так вас не жалует? Скажем так У меня был небольшой конфликт с Ларше И довольно серьезный с неким Франсисом Моранжем Он настолько влиятелен Что я навсегда застрял здесь, в капитанах И оказались под началом девчонки? Да, не думал, что буду работать под началом у дочери Дочери? Простите, не знала И фамилии у вас разные Жюстина взяла фамилию матери, решив стать копом Не хотела жить в тени отца? Не хотела, чтобы я помешал ей подать документы Она изучала международное право и вдруг в копы Майор в 28 лет, блестящая карьера Да уж Может, она хотела стать, как вы? У дочерей с отцами особые отношения А что об этом думает жена? Она погибла два года назад в аварии Простите, не знала Ничего А вы милая? Причину смерти подтверждаю, удушение Перед смертью жертва была в сознании, но я заметил явные следы о кинезии Паралич мышечный? Нервный Я проверю и скажу точнее Нужно сравнить ДНК крови с буквы на лбу и подозреваемого У него гребень, клюв и крылья? Потому что кровь петушиная А в легенде это есть? Про петуха? Я проверю Преступник все обставил, как в легенде Это неспроста Вещи погибшего для родных Идем, угощу тебе кофе Надоели мне ароматы формальдегида и покойники Скажешь отцу про анализы? Пошли Скажу твоему приятелю, не переживай Я рад, что ты снова с отцом Ты не появлялась с тех пор, как мы похоронили Элен Я живу в отеле Не очень хорошо, дорогая Мы видимся каждый день, и что? А ты чего хотела, живя в отеле? Два кофе, спасибо Хорошо Твоему отцу сейчас очень одиноко И ты ему нужна Тогда почему он молчит? Мне его тоже не хватает Не хватает нормальных отношений Чтобы он подошел, обнял меня Сказал, как ему плохо Что он мной гордится Его не было со мной на вручении диплома Он был В самом конце зала Я понимаю, тебе очень не хватает матери Я ее каждый день вспоминаю Даже в горе мы с ним врозь Ты сама уехала из Ларошели Твой отец замкнутый Но это не значит, что у него нет чувств Особенно к дочери А мне плевать Теперь у меня своя жизнь Закончи с этим делом и вернусь в Бордо Поступай, как знаешь Но все же Дай ему шанс Обещаешь? Капитан, я опросил всех, кто был здесь во время убийства Господин епископ припомнил, что он видел отца Шарьев То утро на службе На службе На службе для семинаристов То есть как раз в момент убийства Забавно, что вы припомнили только сейчас, мансиньор Когда мы задержали вашего протежа Очень кстати Вы подписали приказ о переводе 75 тысяч евро фирме Ларше Значит, вам и отвечать Вы поручили эту операцию отцу Шарье И вы его покрывали После кризиса люди жертвуют все меньше и меньше Я не смог собрать нужную сумму Нашу церковь могли закрыть из-за ветхости Чтобы найти деньги на ремонт Я решил их вложить под хороший процент Я был в отчаянии, в полном отчаянии Я поверил Этьену как идиот А вы знаете, что отец Шарье взял всю вину на себя, чтобы вас выгородить? Марк обещал сделать все, чтобы вернуть наши 75 тысяч Но я клянусь, что он не убивал Ларше Не клянитесь, мансиньор, я и так верю Чем я могу помочь? Скажите правду Что отец Шарье исполнял ваши приказы Если вы это подтвердите, прокурор Фабиан его сразу отпустит Мадам Ларше? Простите, я не слышала, как вы подъехали Когда я работаю в саду, я обо всем забываю Сейчас это кстати Я привезла вещи вашего мужа Спасибо Откуда у вас такие синяки на руках? Ерунда Упала на яхте Лаунтаана Извините, это родители Спасибо, что заехали Алло Не стоит курить, когда в доме полиция, Кандис Майор Бальмон, управление Бордо Простите, мне нужно успокоиться Ерунда, всего одна затяжка Скажи, твои родители часто ссорились? Я видела следы побоев Когда отец нервничал Или напивался Он всегда ее бил И твоя мать молчала Тот полицейский это знал Рафаэль Вайс Мама не хотела идти в полицию из-за братьев Она звонила Вайсу, и он ей помогал Если отец бушевал Иногда она к нему уходила на всю ночь И давно он помогает матери? Год до полтора А что, твой отец? Злился Он думал, что они любовники Босс Как вы думаете, лейтенант может встречаться со старшим по званию? Ну, по-моему, у нас с майором пробежала искра Я ведь вижу, как она на меня смотрит Облизывается, как на конфетку Не то, чтобы я хвастался, но Она моя дочь, Тео Извините Я не знал Я знаю Жустину и знаю тебя И мне не хочется собирать тебя по кусочкам Да нет, босс, я же ничего У нее было два серьезных романа Первый парень сбежал в Тибет Скоро станет буддийским монахом А второй в прошлом месяце женился На мужчине А, да Так что забудь, Тео Я хочу перевезти вещи и принять душ А как же отель? Я тебе помешаю? Нет, нет, что ты Да нет, что ты Да нет, что ты Извини, у меня беспорядок Ты убрал мамины фотографии? Мне не нужны фотографии, чтобы помнить о ней Ты поторопился Здесь живу я, Юстина Да, да, знаю И женщин здесь принимаешь А в гости Александру Ларше, не так ли? Я как-то заметил на руках у Александра синяки Предложил ей помощь, бескорыстно Я хотел защитить ее от мужа Он написал на тебя жалобу За издевательство и унижение Я проверила Ты обещал его избить Делу не дали ход Он думал, ты спишь с его женой Зря Почему ты не рассказал? У нее был отличный мотив, чтобы убить мужа Ты покрываешь ее? Александра никого не убивала Почему? Ты устроил своей любовнице алиби И давно вы вместе? Ты был с ней, когда погибла мама? Жюстина Жюстина Жюстина, прости, мне очень жаль Открой Ты здесь? Прости, увидимся в конторе в девять Боли голов? Представляешь, при анализе в организме у Ларша Обнаружились следы Он же ядовитый В больших дозах, как у Шекспира, да А если концентрация не очень высокая Он просто влияет на нервную систему И человека парализует Значит, Ларша был в сознании Но ничего не мог поделать Надеюсь, ты его быстро возьмешь Потому что если мерзавец войдет во вкус Кстати, следов никаких Сработано чисто Да уж Я видел девочку Вы помирились? Не совсем Она считает, что я сплю с Александрой Я же говорил Не лезь ты в это дело Нельзя спасти весь мир, Рафаэль Я знаю Рафаэль, может, хватит? Два года прошло Пора забыть о мертвых А я думал, тебе с ними хорошо Ты свою дочь любишь? Так встряхнись, докажи ей Прокурор хочет меня видеть Как у тебя с красоткой, Адель? Говорят, вы с ней поладили Все очень удивились И как она тебе? Пока она на нашей стороне А дальше будет видно Пригласи ее Чем ты рискуешь? Хорошо проведете время? Ты мужчина видный, холостой Чего теряешься? Жюстина дома? Как я? Жюстине нужен живой отец Рискни, а там посмотрим Я просто помог избитой женщине И угрожал Этьену, чтобы он перестал избивать жену И сделал бы это снова Если бы его не убили Это останется между нами, капитан Но мне не нравится такая забота о женщинах, подвергшихся насилию Чтобы окончательно расставить точки над «и» У меня не было интимной связи с Александрой Ларше Вам трудно работать над одним делом Если вы попросите вас заменить Никаких проблем, госпожа прокурор Это мой город И мое расследование У меня есть все основания считать Что вдова погибшего могла желать ему смерти Несмотря на вмешательство капитана Вайса Ларше продолжал бить жену И она могла пойти на крайние меры Когда узнала, что дорогой супруг Заложил у нее за спиной их дом Чтобы покрыть свои долги Она теряла все А смерть мужа позволит сохранить крышу над головой Разрабатывайте эту версию, майор Я поговорила с епископом Вы можете отпустить отца Шария Под подписку о невыезде Извини Если бы ты не убежал, я бы поделилась Марван рассказал про Бали Голов? Убийца хорошо разбирается в растениях А у Александра отличный сад Вам бы в библиотеке работать Ну да, и грыжу заработать Но чего не сделаешь для вас, майор Бальмон Я собрал для вас все книги про Лара Шель Про войну с католиками Про легенду о семи монахах Вот А про растения, из которых можно добыть яд? Например, болиголов? Все самое важное сверху С библиотечными формулярами и списками читателей за полгода Отлично, лейтенант Зовите меня просто Тео Может, пообедаем сегодня? Зачем? Затем Что капитан Ваш отец считает, что у нас много общего Да? Мой отец вряд ли разбирается, что мне нравится, а что нет Тем более, надо познакомиться поближе Ведь я... Тео? Идеальное руководство по изготовлению ядов Слава Богу, мне не надо А вот... Александра Ларше интересовалась Вы зря теряете время, майор Я не убивала своего мужа И про закладную я не знала Этьен все от меня скрывал С вашим отцом у меня чисто дружеские отношения Капитан Вайс меня выслушал Пришел на помощь в трудную минуту Да, я тоже задавалась вопросом, почему Ради меня, или он считает, что это его миссия Его личный долг И что? Я поняла, что он много страдал И очень одинок Где вы были вчера между семью и девятью? На рынке покупала рыбу Я встретила в порту Антуана Маранжа Она расстроилась Запись на соревнования закрывается завтра Могли сами записать Она же лишилась отца Вот именно Кандис не готова выступать Она проиграет и окончательно потеряет веру в себя Где вы были вчера? Между восьмью и полдевятого Собирался немного поспать На яхте была вечеринка Мы разошлись под утро Вы по дороге никого не встретили? Александра Лаше с рыбой Она не убивала мужа Если бы она захотела от него избавиться Ей было достаточно свистнуть вашего отца Теперь я вас вспомнил Вы в детстве были просто куколка Как вас занесло в копы с такой-то внешностью? А кем мне надо было стать? Девушкой по вызову? У вашего отца были причины стать копом Но вы... А почему мой отец пошел в полицию? Понятия не имею Спросите у него Спасибо, до свидания И как мне быть? По-моему, я нравлюсь майору Вашей дочери Да У Александра Ларше алиби А что у вас? Перепроверяю всех кредиторов Этьена Ларше Ты хорошо знаешь Антуана Моранжа? А что? Он намекал, что ты не просто так стал копом Я спрашивала вчера, а ты не ответил Босс, вы меня сейчас расцелуете Другой босс Ларше выманил у Франсиса 300 тысяч на свой проект «Королевский рай» Почти столько Моранж зарабатывает в месяц Убивать друга за месячную зарплату? Из принципа Никому не позволено у него красть Вы давно точите зуб на Моранже Чем вам так насолил, добропорядочный гражданин? Поделитесь, капитан Хотите знать, чем занимается Моранж? В прошлом году четыре подростка погибли по дороге из его ночного клуба И сколько еще из-за передозировки? Конопля, кокаин, синтетики Моранж продает наркотики? Сам нет, но имеется этого немало Я почти уговорил одного парня его сдать, но он пропал Ясно Его братец, ехтсмен, тоже не отстает Подкладывает молоденьких девчонок клиентам Франсиса, чтобы те охотней подписывали контракты Милая семейка, но не факт, что они убийцы Мадам прокурор У Франсиса был мотив убить Этьена Ларше Разрешите мне его допросить? Нам его допросить Дрянной кофе Этьен Ларше взял у вас 300 тысяч Мсиамаранж Не последний, но... Мадемуазель, я не убивал Этьена Убийство нехорошо для города, а что нехорошо для города, нехорошо и для меня Если бы я решил от него избавиться, Ларше бы просто исчез Но навсегда Просто исчез? Вряд ли Это не в твоем стиле, Франсис Да, я потерял из-за Этьена деньги Но это же такая мелочь, 300 тысяч Я про них уже давно забыл Значит, вы не убивали? Я только что выкупил закладную на его дом Собирался его выставить, всю семейку на улицу Если хоть пальцем их тронешь Ах, какой рыцарь, обожаю таких В глубине души ваш отец, как я, законченный мерзавец Поэтому я не послушаю своего адвоката и не подам иска к левите Мсье Моранж Как в том старом мультфильме, помнишь? Когда койот пытается поймать птичку Выигрывает всегда птичка, а койот остается в дураках Вот так и ты, капитан Не смейте оскорблять капитана Еще как посмею Это из-за него я здесь Ничего, мы еще поглядим Я стираю в порошок всех, кто встает у меня на пути Ему одному пока удавалось уцелеть С другой стороны, если бы эта шавка меня иногда не покусывала Я бы заплыл жирком Почевал бы на своих деньгах и славе Спасибо, капитан От всей души спасибо Он такой же, как я Если бы не я, после смерти жены, ты бы впал в ступор Стой, стой Давай, капитан, ударь Доставь себе удовольствие, ну? Чувствую, я здесь ненадолго Где вы были вчера в 8.30, месье Моранж? У себя в отеле Я провел ночь с мадемуазель Стаси Она ушла в 9 Увы, счета нет Из налогов все равно не вычтут Я заплатил наличными Можете проверить А за что? За ночь или за алиби? Теперь понятно, почему тебя не повысили Есть ли так на каждом допросе? Помолчи, Жустина Ты не понял? Он тебя подначивал, а ты сорвался Я тебя никогда таким не видела Пойду подышу Моранж Не смей подходить к моей дочери и заговаривать с ней Не переживай, она для меня старовата Чего ты испугался? Что я лишнее скажу? Я переодевалась Волны большие, меня волной окатило Ну да Кандис Ты бы подыскала себе другого инструктора? Пока, Кандис До завтра, не опаздывай Ублюдок, ничем не лучше своего братца Она совершеннолетняя Я не виноват Чем я старше, тем больше нравлюсь молоденьким Антуан, однажды ты дошутишься Привет Привет Тео, что с Моранжем? Я поговорил со Стаси На самом деле она северин флане Моранж успел ее запугать Она поклялась, что была с ним с половины восьмого до половины девятого Зато я нашел свидетеля Швейцара Он видел, как хозяин приехал в отель в восемь Отлично Можно пригласить вашу дочь на ужин? Хочешь, чтобы я тебе язык вырвал? Мадам прокурор Капитан Тео Алиби Моранжа фальшивая Хорошо, мы его задержим Но у нас будут неприятности Нужно все тщательно продумать Сейчас я занята Давайте поговорим спокойно вечером Можно немного выпить Или даже поужинать У меня дочка дома Нет, майор сегодня ужинает со мной Нужно обсудить кое-какие детали по делу Отлично Тогда в семь тридцать Хорошо Как она вам улыбнулась Можно даже без прелюдии обойтись Только попробуй Вы что? Босс, если понадобится толковый совет, обращайтесь Спасибо, Тео Непременно Жюстина, ты зря злишься на отца И принимаешь это близко к сердцу Особенно историю с Франсисом Отец всегда пытался его достать А после смерти твоей матери Вообще не отстает Зато у него есть стимул Ага, меня же рядом нет Жюстина, отец тебя любит Не захлопывай перед ним дверь Ты прав Давайте устроим сегодня дружеский ужин На троих Чур, я готовлю Только не сегодня Мне надо в Ангулем На совещание Жалко Придется ужинать с отцом вдвоем Мы так давно не проводили время вместе Я уже и забыла, как это бывает Все, я побежал Пока Ну, что с Франсисом? Пока у нас Нужно до 12 доказать, что он виновен Как насчет поужинать вдвоем Сегодня вечером? Сегодня не могу Я обещал зайти к Марвану Мари себя неважно чувствует Ладно Здесь мило? Мне тоже нравится Добрый вечер Привет Привет Что желаете? Жало с ромом и апельсиновый сок для мадам? Я часто захожу сюда, когда бываю в Ларошели Тогда мне то же самое Извините, но жало из особого гаянского рома Крепость почти 53 градуса Здорово пробирает Но мадам заказала Мадам жила в Гаяне, как и я Она привыкла Ничего, выживу Надеюсь Ладно Гаяна? Вы часто переезжаете? Не люблю сидеть на месте Увы, семейную жизнь с таким ритмом не создашь Теперь вот решила осесть Дом, дети, все такое Уже пора Вы не были замужем? Меня всегда привлекали такие мужчины, которые не женятся Врачные красавцы Суперовосприимчивые Которые настрадались в этой жизни Может быть, когда-нибудь я все-таки встречу свою судьбу Спасибо Ваше здоровье И ваше Да Как пообщались с адвокатом Моранжа? Вас потребовали отстранить, Рафаэль На самом верху Все считают, что у вас зуб на Моранже Даже если он виноват, ваше участие сильно усложнит работу Якоб Меня интересует только арест убийцы Этьена Ларше, Франсиса Моранжа или кого-то еще Что вам сделали, Моранжи? За что вы их ненавидите? Я люблю свою работу и делаю ее неплохо Не вмешивайтесь в то, что вас не касается Хочу есть Будем? Пару месяцев назад я должен был сказать речь Сотрудник уходил на пенсию И вдруг понял, что проработал с ним 15 лет А как зовут, не знаю Не может быть Может, у меня проблема с именами? А может, с людьми? Есть такое Он оказался по происхождению поляком И имя у него было непростое То ли Чеслов, то ли Мечеслов Забыл Это такая манера соблазнять? Вы молодец, у вас получается В последний раз я соблазнил женщину в 83-м и сразу женился Раз уж речь зашла о свадьбе Прежде чем сказать «да», я отвечу на все ваши вопросы Раз сами их задать не можете или стесняетесь Я из приличной семьи, типичный средний класс Мама умерла, отец меня обожает По сторонним не понять, почему я так рьяно отношусь к своим обязанностям И с коллегами я не встречаюсь С коллегами из управления Я понял Вот так Спасибо Спасибо, до свидания Спасибо за этот вечер, Рафаэль Вам спасибо Поехали? Не сейчас Я люблю ясность Только для меня это редкость Вы обещали выпить со мной, если скажу, где ваш отец Поглядели и хватит, пора ехать Он ее сейчас поцелует? Что? Нет Думаете, босс из тех, кто лезет целоваться в первый же вечер? Нет, ваш отец джентльмен Он мужчина, Тео А мужчины? Что, мужчины? Все, поехали Отвези меня домой Домой? Простите, я... Это вы меня простите Наверное, гаянский ром так подействовал Возьмем паузу Да, пожалуй Спокойной ночи До завтра Привет Что ты делаешь? Уезжай в отель Мы с тобой чужие Я не могу, как мама, сидеть и ждать, когда ты придешь домой Жестина Для мамы тоже придумывал уважительные причины? Марван Вангулеме Надеюсь, маме ты врал правдоподобнее Да Да, я ужинал с Адель Я боялся, что ты расстроишься Она хорошо целуется? Вы поехали к ней или сняли номер на часок? Ты за мной следила? Доверие надо заслужить Ничего не было Ну да И где же ты был почти час? На могиле твоей матери Твоя мать единственная женщина, которую я любил Я ей никогда не изменял, даже в мыслях не было Не переживай, ничего не будет ни с Адель, ни с кем другим Хотя мне и очень одиноко Прости меня Пока, девочки Пока Пока, до встречи Пока-пока Жду вас завтра Да Субтитры подогнал «Симон» И опять смертный грех, Эл Любострасти С ним все понятно Опять как в легенде? Точь в точь Чтобы запугать католиков, тела семи монахов Ставили по всему городу Одну на корабле в порту Время смерти между 11 вечера и часом ночи Тот же способ, что и в первом случае После краткого осмотра могу сказать Тут были секс и наркотики Легенда лишь прикрытие Он знает свои жертвы Думаете, есть связь? Проверьте биографии обеих жертв Подробно Кандис Ларше спала с Антуаном Вчера она плакала Вряд ли потому, что на гонку не попала А мы у нее спросим Кандис Врать не стоит Я точно знаю, что у тебя была связь с Антуаном Только таких, как ты, у него было полно Не яхта, а с эксадром Ты была в курсе? Да, знала Но со мной было совсем другое Он меня любил У нас были Такие планы Мы собирались объехать весь мир Он тебя бросил У него на мобильном 200 твоих сообщений Он тебе не отвечал, Кандис Он тебя банально бросил И вчера вечером, когда ты приехала в порт И увидела его с двумя девицами Нет Неправда, я не была в порту После того, как столкнулась у яхты с вами У нас есть свидетель Ты сидела в машине, когда те девицы уходили Он тебе врал, Кандис Ты не выдержала И убила его Нет Неправда Ну что? Она не все сказала Раз есть второй труп Адвокат Франсиса потребовал немедленно отпустить его клиента Он внизу Шампанское откупорить уже успели? Одним оранжем стало меньше Полиция не проявляет особого рвения в поисках убийцы Мы уже работаем по делу, месье Моранж Поэтому бедняжка Кандис здесь Я говорил ему, не лезь к ней Выходит, были в курсе Этьен узнал, что его дочь спит с моим братом Впал в ярость, запретил им видеться Вправил девчонке мозги Как вправлял своей жене? Думаете, девчонка... Мы будем держать вас в курсе, месье Моранж Не уезжайте из города У Кандис Ларшин не оталибина оба убийства Зато есть мотив Слишком просто, Тео Отца она ненавидит Он бьет ее мать Запрещает видеться с тем, от кого она без ума Убить отца, потому что он не дает встречаться с любовником? Кошмар Да уж А зачем легенда? И кровь петуха? Ну, у нее диплом по истории искусств Это моя гипотеза Если я не прав, поправьте Поправим Только сразу не повышайте, я еще не готов Кандис видела тебя вчера в порту Что ты там делал? Это не по работе Надо допросить девиц, что были вчера на яхте Босс, я уже допросил Ты мог что-то упустить Спасибо за доверие Мы хотели вместе пообедать Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Поправо Улица Жанки, 58 Психиатр? Психиатр? Папа ходит к психиатру? Я собрал информацию по обеим жертвам, как вы просили. Этьен Ларше и братья Моранж были знакомы еще со школы. Они учились в католическом колледже. Все трое? Этьен Ларше – сын нотариуса. Братья Моранж – дети местного сторожа. Потом они работали там воспитателями. Что это за школа? Очень строгая. Учительница монахини. Дети там и учатся, и живут. Много сирот. Больше узнать не удалось. Школу закрыли 15 лет назад. Зато по дороге сюда я заскочил к Ларше. Забрал все бумаги, что он хранил еще со школы. Отлично, Тао. Молодец. Я не только внешностью хорош. Ларше на три дня отстранили от занятий. Он принес в школу японский кинжал, чтобы поквитаться с теми, кто над ним издевался. А как у вас? Есть что-то? Да. Старые грязные тряпки и странные клучи волос. Ты был прав. Ларше и братья Моранж работали в школе в 80-х. Все трое. Это мой отец. Ваш отец? Вы не знали, что он там учился? Нет. Ты что, со школы знаком с Ларше и братьями Моранж? Ну, мало ли. Смотри, вот он. Еще. Еще. И здесь. И везде с какой-то троицей. Оливия Журден, 15 лет, Филипп, 14 и Даниэль, 8. Оливия Журден. Умерла два года назад от рака легких. Филипп еще тот подарок. Кражи со взломом, контрабанда. Уже давно сбежал в Южную Америку на торговом судне. А самый мелкий – это Даниэль? Даниэль. В 15 лет его поместили в спецлечебницу в Рашфоре. Он умственно отсталый. Ум как у младенца. Клиника Святого Антония. Добрый день, майор Бальмон, полиция Бордо. У вас есть пациент Даниэль Журден? А вы знаете, где он? Да, я подожду, спасибо. Ну что? Его выписали полгода назад. Думаете, это как-то связано? Да. Вы уверены? Да, благодарю, мадам. Ну что? Даниэль живет у Сюзанны Оде-Бург. Что за Сюзанна Оде-Бург? Психиатр, к которой ходит мой отец. Ваш отец? Это он хлопотал за Даниэля. Мне было бы, наверное, не было бы. Я не могу. Я не могу. Это он хлопотал за Даниэль. Это он хлопотал за Даниэль. Но, ведь, может, это не было бы. Даниэль, привет. Я дочь Рафаэля Вайса. Привет, Джестина. Вы знаете, как меня зовут? Да, Раф часто о тебе говорит. Я так хотел познакомиться. Идём поедим. Поедим? Ну да. Пирог, молоко, шоколад. Или ты не хочешь? Нет. Обычно Сюзанна запрещает говорить с чужими, но ты другое дело. Дочка Рафа. Мама нас бросила, когда я родился. А когда умер папа, нас отправили в приют. Там мы ходили в школу. Мне не очень нравилось, зато я был там вместе с братом и сестрой. У нас почти не было друзей. Только твой отец. Да. Он был забавный. Всё время что-нибудь выкидывал. Потешался над сёстрами. А ещё Раф был добрый. Он не давал меня в обиду. Посмотрит на кого-нибудь, и драться не надо. С Филиппом они были как братья, а с Оливией у них была любовь. Мой отец был классный. Однажды он нашёл такое место. Вот. Никто не знал, что там внизу. А там была дверь. Когда он уехал, всё изменилось. Это было на пасхальных каникулах. Почему изменилось? Я очень обрадовался, когда он приехал в клинику и меня забрал. Он почти каждый день приходит. Понятно. Немедленно уйдите. Сюзанна, это дочка Рафа. Сию минуту слышите. Даниэль. Ты не закончил с цветами в саду. Майор Бальмон, полиция Бордо. Я расследую двойное убийство и приехала сюда за информацией. Мы можем поговорить наедине, а можем при прокуроре и журналистах. В 1980-м я поступила в медицинский. Мне были нужны деньги, и я устроилась медсестрой в католическую школу. Пансион, сироты, очень строгие правила. И там познакомились с Этьеном Ларше и братьями Моранж? Этьен Ларше был из приличной семьи. Трус, он всегда прятался за спиной у братьев и доводил учеников. Антон был слегка не в себе. Но хуже всех был Франсис, его брат, их лидер. Вот тот был извращенцем, жестокий и мстительный. А мой отец? Совсем другой. Рафаэль был красавчик. Шумный, ничего и никого не боялся. Он решил преподать урок этим трём мерзавцам. В смысле? Дождался, когда они пойдут в душ и запер там. Отключил воду и вылил на них фруктовый сироп с птичьими перьями. Мой отец? Когда братья Моранж и Ларше выбрались из душа, они были совершенно голые и в перьях. Рафаэль сразу стал героем. И ему это нравилось? Наверное, даже слишком. А что потом? Они решили отомстить? Как-то ночью они схватили вашего отца и его друзей, Оливию, Филиппа, Даниэль. И что они сделали? Затащили их в подвал, окунули с головой в таз с кровью, а потом стали бить всем, что подвернется под руку. Даниэлю было восемь лет. Бедняга упал на пол и сильно стукнулся головой. Помощь вовремя не оказали, а много лет спустя в мозгу обнаружили необратимые повреждения. Дети прошли через ад. Они уже не были прежними. И никто ничего не узнал и ничего не сделали? В школе и так не хватало денег. Сестры боялись еще больше подмочить репутацию. Этьен был сыном нотариуса. Родители братьев работали в школе. Они были из своих. Ясно. А почему отец ничего не сделал? Я слышала, что сестры договорились с родителями Рафаэля. Через несколько дней его перевели в школу в Альзасе. А вы? Почему промолчали? Я была молодая. Меня запугали. Мне была очень нужна эта работа. Хотя это не оправдание. Я просто струсила. Может, поэтому я стала психиатром, чтобы помогать другим и забыть, что когда-то мне не хватило смелости. Хотя уже ничего не изменить. Старшая сестра Даниэля Оливия умерла. Его брат Филипп сбежал в Южную Америку. Вы не думаете, что Даниэль захотел отомстить и убил Ларшея Антуана? Нет, нет, Даниэль безобидный. Ему такое даже в голову не придет. Он мухи не обидит. Нет. Он живет у вас все это время? Я осталась одна, когда умер муж. И Рафаэль предложил взять к себе Даниэля. Он готовит, работает в саду. Для него это важно. Он не хочет, чтобы с ним обращались, как с инвалидом. Тао, ты проверил? Католический приют и школа по-прежнему бесхозные? Да, но полиция сообщила, что был взлом. Кто-то открыл главные ворота. Неделю назад там все осмотрели. В здании есть секретный подвал. Где точно не знаю, но я пришлю фотографию 80-го года. Там крест над входом. Да, получил, проверю. К Франсису Маранжу надо приставить охрану. Доложи прокурору, но его не посвящай. Он следующая жертва. Понял. КОНЕЦ 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 Бальгалов. Так. Рафаэль Вайс. Нет, черт. Алло. Майор. Привет. Как дела? Я знаю, папа. Я знаю, что случилось 35 лет назад в школе. Ты, Журден и Ларше, братья Маранж. Что вам пришлось пережить? Я наконец поняла то, что не могла понять раньше. Твои страдания, ощущения беспомощности. Зачем ты столько лет ждал? Из-за Даниэля? Ты хочешь отомстить? Осталось убрать Франсиса, но я не дам тебе этого сделать, папа. Ты же понимаешь. Да, я часто желал им троим смерти. Я каждое утро просыпался с ощущением пустоты, ненависти, злобы. Твоя мать пыталась мне помочь, уговаривала простить. Все бесполезно. Но это не я, Жустина. Я не убийца. Мы нашли убежище убийцы, то самое в подвале. Там был очешник с твоим именем. Жустина, научись мне верить. Они всегда лежали здесь. Мне их подарила твоя мать на 50-летие. Убийца пытается тебя подставить. Надо шевелиться. Я позвоню Тео. Оливия Журден, старшая, умерла. Я хочу знать, почему Оливия ушла из школы под конец учебного года и без братьев. Я уже рылся в архивах. Что-нибудь найдем. Я просмотрела медицинскую карту Даниэля. Он на такое не способен. Филипп во Францию не возвращался. Не надоело искать убийцу. Устроим перерыв. Ты принес салат из ростков сои с апельсиновым соусом. Я слежу за фигурой. Спасибо. Убийца в курсе того, что случилось в школе в 80-м году. Он уже убил двоих из тех, кто издевался над вами в ту ночь. Свидетелей нет. И третьей жертвы тоже. Да. Петушиная кровь была для кого? Для Филиппа. Тогда похоже, что это Филипп решил со всеми поквитаться. Его нужно из-под земли достать. Еще раз проверить досье и все старые контакты. Ты с ним с тех пор общался? Нет. Смотрите, что я нашел в карте Даниэля в клинике. Два года назад он получил в наследство дом на севере Ларошелли. Ничего себе. А страница с точным адресом вырвана. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok 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 Подожди. Похоже, мы опоздали. Стоять! Не дури, Филипп. Стоять, Рафаэль. Опусти пистолет, Джустина. Уходи, Джустина. Уходи! Я бы тебя не узнал. Стоять. Не мешай мне, Рафаэль. Это надо было сделать давно. Ради Оливии, ради Даниэля. Ты же не будешь стрелять. А потом я сам сдамся. Ты же знаешь, я не могу. А тебе не кажется, что за тобой должок? Не кажется? Почему ты ничего не сделал? Почему ты нас бросил? Держи. Стоять! Продолжение следует... Босс, Роман, проводи в мой кабинет. Я знаю, почему Оливия ушла в конце учебного года. Я нашел ее медкарту. Она была беременна. Ее изнасиловали в ту ночь, Ларше и братья Марадж. Она скрыла это от брата и рассказала только перед смертью. Вот почему Филипп стал мстить через 35 лет. Я сама его допрошу. Мы нашли ее во время обыска. Мне подарили книжку монахини в приюте. Когда нас наказывали, все остальные книжки отбирали. Божественная кара. Хотя при чем здесь Бог? Это вы убили Этьена Ларше и Антуана Моранжа. Почему вы решили устроить так, чтобы все подумали на Вайсе? Я хотел, чтобы он понял, каково это – платить за чужие ошибки. Оливия, Даниэль и я, мы поплатились, потому что твой отец никогда не думал о последствиях. Он уехал, а мы остались. И вся наша жизнь полетела к черту. Мы нашли это в вашей сумке и связались с врачом, который выписал рецепт. У вас серьезные проблемы, потому что у вас всего одна почка. Почку удалили, когда мне было 16. Последствия той истории. В тот год мы много потеряли. Врач дал вам всего полгода. Да. А Франсис Моранж до сих пор жив. Как вы пробрались в дом отца и забрали у него очки из тумбочки? Я была дома, и я слышала какой-то шум. Это были вы? Да. Я знал, что твоего отца нет. Окно в его комнате было приоткрыто. Извини, если напугал. Очки. Он не знал. Это не он. Что? Очки, которые украл убийца, лежали в гостиной, а не в тумбочке в спальне. Жорден знает, что умирает. Он признался в том, чего не совершал. Кого-то покрывает. Кого-то с таким же мотивом, как у него. Может, доложить прокурору? Ни в коем случае. Пусть убийца думает, что мы задержали Филиппа. И усильте охрану Франсиса. Я собрал информацию про Оливию. После школы ее беременную отправили в религиозную общину в Гаяне. Скорее всего, она оставила ребенка. Мы не знаем, был это мальчик или девочка. Но знаем, что его почти сразу усыновили. Надо найти ребенка и быстро. Пойду звонить в Гаяну. А ты куда? Я ненадолго. Отличный выбор для романтического свидания. Я все знаю, Адель. Гаяна. Ты. Оливия. Я сложил дважды два. Всю жизнь я считала, что не могу быть абсолютно счастлива, потому что моя мать умерла при родах. И я не знаю, кто я и откуда. Потом оказалось, что это обман. Я узнала и про свою мать, и про ту историю. Она правда тебя любила, Рафаэль. Я тоже ее любил. Она была как солнышко. Как ты мог это допустить? Меня там уже не было. Я ничего не знал, клянусь. Ничего. Франсис Моранж пойдет в тюрьму. Я обещаю. Оливия родила 15 сентября 81-го года. Девочку Адель. Ее удочерила семья Фабиан. Адель Фабиан? Ее приемная мать умерла год назад. И она решила покопаться в прошлом. Кто она? Откуда? Даниэль и Филипп рассказали ей, что случилось. Филипп догадался, что убийца Адели решил прикрыть свою племянницу. Ему все равно осталось полгода. Они оба молодцы. Дорогая, я виноват перед тобой. Я не был хорошим отцом, но помни, я всегда любил тебя всем сердцем и всей душой. Папа, все в порядке? Нет. Отец поехал к ней. Наверное, хочет сначала поговорить. И не взял оружие. Не переживайте. Отследи его мобильной сейчас же. Зачем ты их убила, Адель? Чтобы отомстить за мать? Должно же свершиться правосудие. Ради Даниэля, которому всегда 12. Ради Филиппа, который потерял почку и скоро умрет. Ларше и братья Маранж так и не заплатили за наше страдание. Они жили спокойно, и совесть их не мучила. Это мог сделать ты, Рафаэль. Должен был. Твоё правосудие, Адель. Ты покарала Ларше и Антуана, но разве это может что-то изменить? Даниэль останется таким же. Филипп всё равно умрёт через полгода. Месть не избавит от боли. Месть – это не выход. А если бы я встретила тебя раньше? Я не притворялась. Мы могли бы быть счастливы. Передай Даниэлю и Филиппу, что я их люблю. Не надо, Адель. Не надо! Не надо! Я не хочу знать, кто из этих троих ублюдков мой отец. Слышишь? Слышу. Держи, Тео. Как ты, папа? Нормально. Должен признать, ты хороший коп. Правда, правда. Мне понравилось с тобой работать. Когда уезжаешь? Завтра. Не хочешь остаться? Насовсем. А ты не против работать под началом майора Ажустин Бальмон? Наоборот, это будет здорово. И не только я обрадуюсь, если ты переберёшься в Ларошель. Ну что, он хороший парень. Я его всему научил. Он коп. И твой помощник. Неужели ты готов на всё? На всё. Это мечта каждого отца, чтобы зять был под его началом. Фильм переведён и озвучен компанией Игмар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok